Привет! В этом видеоуроке мы установим все необходимое для комфортной работы с библиотекой Django. Переходите также на сайт itproger.com. Ссылка на данный урок на сайте будет в описании к видео. Здесь вы найдете домашние задания, готовый код и много другой полезной информации. Ссылка в описании к этому видео. Поскольку Django является библиотекой языка Python, поэтому нам необходимо изначально скачать Python. Если вы ранее уже работали с Python, то у вас наверняка он уже скачан, и соответственно вы этот пункт можете пропустить. Я же для полной картинки скачаю дополнительно Python. К примеру, я его буду скачать для macOS, но также покажу, как его можно скачать на Windows. То есть вам необходимо зайти на python.org, ссылка на этот сайт также будет в описании к видео. Здесь download и последнюю версию Python. Там 3, . и какая-то там дальше, которая у вас там будет. Установка Python что на Mac, что на Windows очень проста. Единственное, если вы хотите установить Python на Windows, то здесь необходимо при установке поставить галочку Add Python 3.6 в 2Pass. Вот, здесь у вас версия может отличаться, не 3.6 быть, а какая-то там 3.8 и так дальше. Но главное поставьте эту галочку и нажмите Install Now. Пока Python устанавливается, я расскажу про среду разработки, которая нам потребуется для написания самого кода. Дело в том, что язык Python это интерпретируемый язык, поэтому мы должны просто написать некий файл, некий код в файле, и потом, благодаря интерпретатору, перевести этот код в машинный код. Ну и, соответственно, тогда наш файл обработается, и все будет выдаваться корректно. Так вот, чтобы писать такие файлы, нам потребуется некая среда разработки. Вы можете выбрать любую, по сути, среду разработки, в которой вы раньше работали, или какой-либо удобный для вас редактор. К примеру, для меня удобный редактор это Atom. И ссылку на него я также оставлю в описании к видео, чтобы если вдруг вы только начинаете и хотите работать в таком же редакторе, что и я, то вот, соответственно, это будет Atom. Это обычный редактор, в нем можно писать HTML, CSS, другие прочие языки, там JavaScript, jQuery, различные библиотеки, React.js и так дальше. Ну и, конечно же, Python и Django мы также здесь сможем писать, так это, вернее, просто редактор, в котором можно записывать различные языки, различный код. Кроме того, также вы можете воспользоваться таким редактором, как Visual Studio. Для него есть специальное дополнение, которое служит для работы с Python, вот Python, например, да. И также вы его можете установить к себе и уже не использовать Atom, а использовать именно Visual Studio, если вы ранее с этим работали, то здесь будут для вас очень удобные подсказки. Например, то есть, когда вы будете здесь писать что-либо на Python, что-либо на Django, то у вас будут выдаваться подсказки, и, конечно же, это может упростить весь процесс. Но я же все-таки буду на Atom работать, потому что там нет подсказок, но, тем не менее, это даже нам улучшит наше обучение. И последнее, это вы можете еще на Sublime текст использовать этот текстовый редактор, и также в нем писать. В принципе, выбор только за вами, какой вам больше редактор нравится, какой больше импонирует, на таком можете и писать. Я же, еще раз повторюсь, буду писать на Atom. Теперь, когда Python установлен, мы можем зайти в командную строку, для этого в меню пуск пишем cmd, и открываем командную строку. Здесь мы можем просто прописать слово Python, после чего нажать Enter, и мы заметим, что у нас выдается Python 3.5, ну и так дальше. Это просто версия, вот у меня она, например, старая была здесь установлена, соответственно, она такая и выдалась. Здесь мы уже можем работать в середине Python, например, какие-то математические действия записывать, что-то записывать, например, в переменную x равно, например, 23, и потом вывести этот x, ну и так дальше. То есть это просто уже работа с самим Python. Чтобы выйти из этой среды, мы должны нажать либо Ctrl-C и выйти из нее, либо, возможно, у вас более новая некая версия Python, или, наоборот, более старая, и тогда вам необходимо не Ctrl-C нажать, а Ctrl-Z, и тогда вы выйдете из этой среды. Ну вот я вышел, например, из этой среды, и теперь я не хочу установить Django. Для этого мне потребуется такая штучка, как PIP. PIP это пакетный менеджер. В, например, Node.js существует NPM пакетный менеджер, возможно, вы о нем когда-либо слышали, в питоне это PIP. И, соответственно, я использую как раз его, PIP, Install, и дальше указываю, что я хочу установить. В моем случае это Django. После чего я нажму Enter, но поскольку он у меня уже установлен, то я это делать не буду, не буду нажимать Enter. Вот, вы нажмете Enter, и он у вас установится. Если в ходе установки у вас возникла некая ошибка, которая пишет, мол, PIP не установлен, или невозможно найти такой пакетный менеджер, как PIP, то вам необходимо просто зайти в Google, написать PIP Install, первая ссылка это PIP.pipa.io, я думаю, она у вас такая же будет, и, соответственно, просто отсюда скачать сам этот PIP, и после этого еще раз проделать ту же самую операцию, и тогда у вас все сработает на ура. Поскольку мы с вами используем третью версию Питона, то для Mac и для Linux существует другой способ установки Django. Нам необходимо не просто прописать PIP Install и дальше прописать Django, нам необходимо указать, что мы используем PIP 3. Вот таким вот образом это указывается, то есть PIP 3 Install Django. Таким образом мы установим как раз Django для третьей версии Питона, иначе у нас будут просто ошибки, ну или просто мы установим не ту версию. Если у вас опять-таки PIP не установлен, то на том сайте, что я только что показывал, вы можете его установить. Теперь созводим некую папку, в которой будет и находиться наш проект. Я прямо эту папку создам на рабочем столе вот здесь, назову ее как Django Examples, причем название должно быть уникальным, поэтому вот это слово Django я добавляю специально, чтобы название уже было уникальным, ну а дальше любое название для папки, ну в моем случае просто Examples. Теперь же, что нам необходимо сделать? На Windows вам необходимо зажать Shift и нажать правой кнопкой мыши, после чего у вас здесь появится окошко «Открыть в командной строке». И вы просто нажмите на это, и у вас откроется командная строка, в которой мы как раз и будем создавать проект внутри нашей папки Django Examples, ну или как она у вас называется. На Mac и на Linux все немножечко по-другому, поэтому я здесь через терминал зайду на рабочий стол, дальше зайду в папку Django Examples, и теперь здесь мы уже вместе, вы тоже это пишите, мы создаем проект внутри нашей папки Django Examples. Таким образом, мы пишем Django, дальше мы указываем admin, Django admin, как бы от администратора, и дальше мы start project, то есть мы начинаем некий новый проект, который мы должны назвать как угодно. В моем случае я его назову как MySite, поскольку мы с вами создаем сайт, допускай он просто будет у нас изначально называться как MySite. Нажимаем Enter, и после чего ждем пару секунд. Теперь мы можем открыть нашу папку Django Examples, и здесь мы обнаружим, что у нас появилась еще одна новая папка, которая называется MySite, и в этой папке также есть еще одна папка MySite, и еще файл manage.py. Вот эта папка MySite это общая некая папка, в которой хранятся наши файлы проекта. И здесь manage.py, вот я его уже открыл в редакторе Atom, это некий такой файл, который нам потребуется для терминала, ну или командной строки. Мы его будем вызывать, и на основе этого файла мы будем добавлять различные приложения в наш проект, и тому подобные вещи. Все это мы еще будем с вами делать в последующих уроках, и еще ознакомимся, в принципе, с этим файлом. Далее в папке MySite находятся еще 4 файла. Я их открою уже здесь в Atom непосредственно, то есть, например, init.py, здесь у нас вообще ничего нету. Там находятся различные настройки, и возможно мы в дальнейшем в ходе этого видеокурса еще с этим всем будем связываться. В принципе, все эти файлы, они создаются по умолчанию, как вы это только что могли заметить. И если вы поначалу не будете в них разбираться, никаких проблем в этом не будет. В дальнейшем мы еще с вами будем их наполнять, например, settings.py, мы с этим будем еще работать, так как здесь, например, есть installed apps, это те приложения, которые будут в нашем проекте. Например, вот у нас есть админ панелька, и она здесь записана. Мы вручную их сюда еще потом будем с вами добавлять, ну а сейчас просто вот, знаете, installed apps, это те приложения, которые в нашем проекте будут. Также здесь есть важная штучка, как secret key. Вот эту вот вещь никогда не надо постить, если вы, например, там загружаете ваш проект на GitHub, то вот эту вот вещь никогда не надо загружать на GitHub, ну или вообще кому-либо ее передавать, потому что это секретный ключ, который создается при создании проекта, и если его узнает какой-либо другой человек, то он сможет, в принципе, взломать ваш сайт, зайти в панель администратора и уже настраивать там сайт, как он только захочет, и это будет действительно плохо. Так что вот эти вот такие вот вещи. Ну, URLs это файл, который у нас предназначен для, ну, например, мы заходим на какой-то локальный сервер и заходим на, получается, адрес admin, и, соответственно, он у нас вызывает некий admin.site.urals, то есть некий файл он у нас вызывает, некое действие будет происходить, конкретно когда мы зайдем на админ. Если мы захотим, например, зайти на некий другой адрес, например, не admin, а там, например, веб-сайт, то есть вот здесь вместо admin будет написано веб-сайт, то мы вызываем другой файл, ну и так дальше. То есть URLs это некие вот такие вот ссылки, которые мы обрабатываем в Django. Ну и вот последний файл, это, в принципе, мы вообще с ним никак не будем работать, да и можно его даже не объяснять. То есть это тоже файл, который предназначен для настроек, и он должен быть, чтобы у нас все работало корректно. Когда мы скачали Django, мы вместе с ним также скачали локальный сервер. Мы его сейчас с вами запустим, чтобы мы могли проверять наш сайт непосредственно в браузере через локальный сервер. Для этого вы опять зайдите в папку через терминал, либо командную строку. Это на Windows можно сделать при помощи зажатой клавиши shift и правой кнопки мыши, здесь открыть окно команд, или как-то так оно называется. На Mac я уже показывал, как это делать, и я непосредственно и нахожусь в этой сейчас папке. Здесь, что на Windows, что на Mac, пропишите следующее. CD MySite. При этом я называю это MySite, почему? Потому что у меня здесь эта папочка также называется MySite, потому что я так весь проект назвал MySite. Соответственно, я и здесь прописываю CD MySite. Если вы назвали по-другому, то вместо MySite напишите то название, которое вы указали. Нажимаем, теперь я в этой папке. Здесь есть несколько моментов. Если вы на Mac или на Linux, то можете вообще не слушать, что я сейчас буду говорить. Если вы на Windows, и у вас есть несколько версий Python, например, вторая версия Python, третья версия Python, ну то есть вы скачивали сразу несколько версий Python, или ранее работали, и просто они у вас остались, то вам необходимо запускать именно через третью версию Python. Для этого вы можете поступить несколькими способами. Первый способ. Вы можете удалить вторую версию Python с вашего компьютера, и тогда автоматически у вас будет запускаться через третью версию Python. или же вы можете прописать полный путь к вашей третьей версии Python, то есть там C, ну например, диск C, там бэкслэш, там какой-то Python и так дальше. То есть я не знаю, где она у вас там находится, ну то есть прописать полный путь, и соответственно потом уже писать то же, что и я сейчас буду писать. Если у вас на Windows всего лишь одна версия Python, то опять-таки можете не беспокоиться о том, что вот это только что все говорил, а просто повторять за мной. Напишите слово Python. Python, я поскольку на Mac, то я еще допишу тройку, но на Windows вам этого писать не надо. Вы просто напишите Python, и все. То есть Python без цифры 3. И так всегда, в дальнейшем тоже всегда пишите просто Python без цифры 3, если вы на Windows. Если на Mac, то вот за мной тогда повторяйте. Далее нам необходимо указать тот файл, через который мы будем выполнять нашу команду. В нашем случае это manage.py. Как раз вот этот файл, о котором я говорил, который нужен нам для терминала, либо командной строки. Через него мы все запускаем. Здесь мы указываем команду runServer, и просто нажимаем Enter. После чего наш сервер, локальный сервер, будет запущен. Вот, мы уже видим, что он у нас запущен, и мы можем к нему обратиться вот по вот этому адресу. Поэтому его скопируйте и просто вставьте в браузер. Перейдя по этому адресу, вы должны увидеть нечто в этом духе. То есть it worked, это все работает, и поздравляю вас, у вас Django установлен, и вообще настроен уже даже локальный сервер. Если у вас такое не показывать, то здесь должна быть ошибка, которую вы можете загуглить, и в принципе найти ответы, почему у вас не работает. Если вы все выполняли так, как я говорил, то у вас все точно так же должно работать. И кроме того, мы можем заметить, что в терминале у вас в командной строке, наверное, также пишется вот, например, get, http и статус его 200. То есть каждый раз, когда я буду обновлять, например, станичку, я только что ее еще раз обновил, у нас опять эта информация дублируется. То есть как бы мы обновляем, и в терминале вся эта информация выдается нам. То есть статус 200, это означает, что мы успешно подключились к, получается, нашему вот этому локальному серверу. Все, страничка у нас выдалась, все окей. А вот, например, файл icon он пытался найти, у нас ее нет, мы ее еще не создавали. Ну это просто картинка сайта, да? То вот для нее статус 404, то есть такой файл не найден. А вот наш основной файл найден. Ну и на этом, в принципе, все. То есть мы установили с вами все необходимые вещи для работы с Джанго. Мы установили, конечно же, и сам Джанго, и мы еще и запустили локальный сервер на нашем компьютере. Теперь мы можем просто работать и изучать сам Джанго. Кстати, кроме того, чтобы выйти из локального сервера, нам необходимо нажать Ctrl-C, и после этого мы вышли из локального сервера. Вот, например, в терминале мы здесь вышли из этого локального сервера. На Windows та же самая схема. И потом, чтобы запустить его, чтобы запустить локальный сервер, мы опять то же самое должны прописать. Python manage.py run server. Опять повторюсь, если вы на Windows тройку не пишите, потому что потом могут быть просто у вас, ну, ошибки, и непонятно откуда и с чем они будут связаны. Ну а на этом уроке у нас все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, также переходите на сайт itproger.com. Все ссылки в описании к видео. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok